Проблемы, с которыми обращаются избиратели к депутату Госдумы от Сочинского округа, самые разные, начиная от бытовых, заканчивая глобальными. Последние, как правило, требуют вмешательства именно со стороны законодателей. Анна Меньшойкина, например, обратилась к Константину Затулину по вопросу получения льгот. Она дочь участника Великой Отечественной войны, который так и не вернулся из боя. Статус вот этих детей погибших, он в каких-то случаях проигрывает по отношению к льготам, которые положены в данном случае ветеранам и их детям. И это несправедливо, безусловно. И это требует, наверное, поправок и так далее. В соответствующем законе есть пробелы. Ветеранами признаны лишь те, кто вернулся с фронта. Вот им и их детям льготы полагаются. Семьи погибших на полях сражений в этом плане обделены. От боевых действий бежала, на этот раз на Украине, другая посетительница приемной Константина Затулина. Ирина Сафонова из Донецкой Народной Республики переехала в Сочи в 2014 году. В связи с прошедшими у нас событиями мы, естественно, приехали там, где нас ждали, где нам могли помочь. Сразу мы определились с работой, с жительством. Здесь у нас проблем не было. Проблемы возникли с получением гражданства. Для семьи Сафоновых этот вопрос стоит особенно остро. Несовершеннолетней дочери пришло время оформлять паспорт. Вот только где? В России или на Украине? Константин Затулин пообещал разобраться в ситуации и ускорить процесс.